Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Об этом говорили участники отборочного тура 14-го республиканского конкурса «Энергомарафон». Будущее во многом зависит от экологического образования молодежи. Республиканский конкурс проекту по экономии и бережливости является источником идей, которые превращаются в проекты. Эти проекты не остаются на полках, они осуществляются, внедряются в жизнь. И в этом их двойная польза. Получается экономический эффект и образовательный. Этот конкурс дошел до глубинки. Достаточно сказать, что на каждом этапе его проведения, региональных и заключительном этапе, рассмотрены сотни работ по каждой номинации. В этом году эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. Поэтому в торжественной церемонии награждения принимало участие ограниченное количество людей. А победителям конкурса пришлось проявить немалые творческие способности, чтобы достойно представить визитки своих проектов в формате видеосвязи. Более 460 работ. 4 номинации. Проект практических мероприятий по энергосбережению. Система деятельности учреждения образования. Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов. Художественная работа по пропаганде энергоэффективного использования энергоресурсов. Рисунок, плакат, листовка. Видеоролик. Мы маленькие, любим играть, но знаем, землю нужно спасать. Идея. Встройте в мяч накопительную батарею. Днем в футбол играть, вечером в лампу заряжать. Несмотря на особые условия работы учреждения образования в этом году, интерес к конкурсу не угас, а наоборот только возрос. На отборочный этап было представлено более 460 работ по 4 номинациям. Среди участников учреждения дошкольного, среднего, профессионально-технического, специального и дополнительного образования детей и молодежи. Высокую активность проявили регионы, причем некоторые из них уже не в первый раз. Наши учащиеся принимали участие в разных номинациях, но в этом году мы впервые попробовали номинацию «Листовка». И у нас получилось. Идея была такова, чтобы показать, что за атомной мирной энергией будущее с целью сохранения природных ресурсов. Наши дети – это будущие студенты технических вузов. И, может быть, они и дальше начнут исследовать, разрабатывать. И мы через 20, может быть, и раньше лет придем к новым видам энергии. Я считаю, что те идеи, которые пропагандируют этот конкурс, они достаточно важны. И чем сильнее общество наше развивается, тем актуальнее этот вопрос. Я надеюсь, что наша работа внесет положительный вклад в общее начинание в это дело. Я Григоренко Нагелина. И в своей работе я изобразила мальчика, читающего книгу. На его столе стояла лампа, в которой пустился камечок. За счет этого лампа работала. И таким образом мальчик сохранил электричество. Так как мы будущие воспитатели дошкольного образования, мы считаем, что именно в дошкольном возрасте необходимо учить детей бережливости. Так как это очень важно, особенно в младшем возрасте, воспитывать детей этому и развивать их в этом и учить. Бережно расходуй воду, охраняй свою природу. Для планеты без вреда, в каждый дом для света и тепла, на Добружской мини-ГЭС энергию дает вода. Приживается всегда то, что ценно и значимо. Так и энергомарафон. В учебно-практическом центре энергосбережения можно ознакомиться со всеми вехами развития этого популярного конкурса. И 14 лет его истории – это весомый багаж заслуженных побед. Укрепление материально-технической базы учреждений. Идеи, которые воплощаются в жизнь и привносят весомые результаты в копилку энергосбережения. Об этом на церемонии награждения говорила Жанна Анатольевна Жданович. Что можно придумать нового? Нет. Мысль учителей, мысль детей, мысль руководителей, бессменного, я бы сказала так, вдохновителя нашей Татьяны Федоровны, она всегда идет вперед. То есть креатива столько, что можно позавидовать любому. Я хочу пожелать всем нам первое – вернуться в формат прошлых лет и собрать огромный зал Дворца Творчества и порадоваться победам более масштабно. Хочу пожелать всем нам продолжения энергомарафона, новых побед и успехов. И самое главное – Гомельская область все эти 14 лет лидирует. Давайте, пусть эта величина будет постоянной. С праздником! Лидером областного этапа конкурса «Энергомарафон» вручались дипломы и грамоты Главного управления образования, Гомельского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, ценные подарки от спонсоров предприятий, весомые денежные сертификаты от Гомельского облсполкома. Первое место в номинации «Проект практических мероприятий по энергосбережению» отправляется в Калинковичи. Наши ребята ежегодно занимаются вопросами энергосбережения. Для нас эта тема всегда актуальна, потому что мы понимаем, что энергосбережение – это вопрос экономии не только конкретных видов энергии, но и государственных и бюджетных средств. И поэтому мы принимаем все меры для того, чтобы не только принять участие в энерго-марафоне, но и на месте у колледжа сформировать участие в понимании необходимости экономного берега на отношении электроэнергии ко всем потребляемым нами ресурсам. Первое место в номинации «Система деятельности учреждения образования» и сертификат на сумму 45 тысяч рублей для внедрения энергосберегающих мероприятий вручается постоянному участнику конкурса коллективу школы номер 14 города Мозыря. Добрый день! Меня зовут Амперчик. Вот уже 12 лет я живу в средней школе номер 14 города Мозыря. Вместе ярче! Экономьте с нами! Призывают юные мозыряне, которые готовы поделиться богатым опытом традиции проведения различных мероприятий в сфере энергосбережения. Заинтересованы буквально все – педагоги, школьники, родители. Разработаны методички и отлажены контакты в социальных сетях. Особый акцент в пропаганде был сделан на социальные сети, в школьных аккаунтах Инстаграм, Телеграм и ТикТок вы найдете полезную информацию о новых технологиях в области энергосбережения. Сможете поделиться секретами семейной экономии, а также оставить свой лайфхак. Творческий импульс, фантазия и фейерверк эмоций воплотились в номинации «Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов». «Тепло сохрани, жизнь планете подарим!» «Надо без солнца светит, не шесть, а подрать!» «Коломки в наших люстках давно пора менять!» «Пока что солнце мутарь и в комнате светло!» «Мы маленькие дети, но нам близко прошло!» «Надо без солнца светит, не шесть, а подрать!» «У нас в Рогачевском районе уже несколько учреждений образования, которые были победителями, и благодаря этим победам мы смогли в учреждениях заменить оконные блоки, смогли заменить освещение. То есть это хороший стимул для учреждения, для администрации учреждения образования и хороший помощник для района в целом. Современному ребенку, современным детям это очень интересно, это очень интересное направление, это развитие технологии, это развитие мышления, и поэтому дети очень хорошо и плодотворно включаются в эту работу. Если у нас сойдутся два фактора, это заинтересованный ребенок и настолько же заинтересованный педагог, то со стороны администрации у нас существует только поддержка по причинам, которые я озвучил. Следовательно, мы можем достигать каких-то результатов». «В этом году мы сделали свою работу, направили в более региональном направлении, то есть изучили энергоресурсы Полесья и пришли наши воспитанники к выводу, что действительно самое выгодное энергосберегающее топливо на Полесье это новый вид топлива, это пилеты, которые изготавливаются на нашем жидковическом цеху, в жидковическом Алискозе. Мы представили работу, культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного использования энергоресурсов, энергоресурсы Полесья, где дети в сказочной форме, в виде сказочных героев рассказали и показали, как можно отапливать дом современными видами топлива». «Чтобы отопить наш новый дом, нам понадобится много дров, чуть меньше газа и совсем мало пилет». Лучшие работы областного тура по традиции представят нашу область в финальном туре 14-го республиканского конкурса «Энергомарафон», который в этом году пройдет в Борисове. «Нужно сказать, что география ширится, подарки, призы ежегодно, которые получают учреждения образования на укрепление материально-технической базы совместно с нашим департаментом по энергоэффективности являются огромным подспорьем. Но самое главное – творчество детей и педагогов по праву и по достоинству оценивается. Поэтому переоценить значение конкурса «Энергомарафон» трудно. Из числа сотен конкурсов областного уровня это один из самых престижных и самых нужных сегодня в области. Очень приятно смотреть на эти работы, потому что наша область традиционно лидирует в этом направлении и на уровне республики. Мы постоянно занимаем первые, вторые места. В прошлом году и позапрошлом мы практически в общем зачете заняли первые места, поэтому мы надеемся, в дальнейшем так же будет, как и в прошлом и позапрошлом году. Проект «Умного дома» подготовил архитектор Сова. Всю ночь напролет трудилась она. Это не дом, а мечта. Ура! Начинаем строй! Ничего не сломайте, солнечные батареи не забывайте. Жалюзи на окна умные, обязательно. Ветрогенераторы привлекательные. Крыша из солнечных батарей. Сегодня мы показали лишь часть интересных проектов по теме экономии и бережливости. Но тысячи детей Гомельской области охвачены идеей энергомарафона, который учит развивать исследовательскую деятельность и творчество. Повышать эффективность использования энергии в быту, сеять разумное, доброе, вечное по отношению к природе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова